Всем привет! Сегодня мы с вами научимся создавать лендинг при помощи сервиса Tilda. Первый шаг – регистрация. Для регистрации переходим на сайт Tilda и нажимаем на кнопку регистрации. После чего откроется форма регистрации. Вводим необходимые данные. Ваше имя, электронная почта и пароль. После введения всех данных нажмем «Зарегистрироваться» и спустя какое-то время вы получите на почту оповещение со ссылкой на подтверждение регистрации, нажав на которую вы перейдете на свою страницу Tilda. Переходим ко второму шагу – это создание сайта. В данном шаге рассмотрим создание сайта. Сайт – это ряд настроек и правил, которые будут распространяться на все ваши страницы. Ваши страницы будут созданы в рамках этого сайта. Сайт – это как главная папка, а страницы – это вложенные файлы в эту папку. Примечание. В бесплатной версии Tilda можно создавать только один сайт и удалить его, чтобы создать новый невозможно. Будьте внимательны при каждом шаге. В появившемся окне вписываем название вашего проекта. И затем нажимаем кнопку «Создать». Нажимаем кнопку «Настройки сайта». На этой странице расположены основные настройки, такие как вкладка «Главная», шрифты и цвета, главная страница и такие дополнительные настройки, как домен, аналитика, SEO, формы и другие. В рамках нашего скринкаста мы рассмотрим только базовые настройки. С остальными вы сможете ознакомиться самостоятельно. Итак, приступим к настройке нашего сайта на вкладке «Главная». Тут мы вводим название сайта, я уже предварительно ввела, описание сайта и субдомен на тильде. Далее нажимаем «Сохранить изменения». И вот ваш первый сайт готов. Все очень просто. Сохранив изменения и перейдя на вкладку «Мои сайты», вы увидите ваш первый сайт. В шаге 2 мы создали сайт. Давайте теперь создадим страницу нашего сайта. Я буду создавать лендинг для своего курса «Бренд менеджмент» и «Личный брендинг». Вы же выберете любую другую тему. Для начала нужно определить структуру нашей будущей страницы лендинга. Наш лендинг будет состоять из нескольких блоков. Меню, обложка, о курсе, галерея, об авторе, видео, контакты, футер. Для создания новой страницы переходим на вкладку «Мои сайты» и выбираем только что созданный нами сайт. После открытия страницы нажимаем на кнопку «Создать новую страницу». На странице «Новая страница» можно выбрать уже готовый шаблон, сортировать шаблоны по категориям, но мы будем создавать все с нуля, поэтому нажимаем «Пустая страница». Итак, наша первая страница создана, она абсолютно пуста. Тут вы сразу можете приступить к работе. Для старта «Тильда» сразу предлагает самые популярные элементы для создания страницы, такие как «Обложка», «Заголовок», «Лид», «Текст» и так далее. На самом деле таких элементов достаточно много в «Тильда». Для этого нажимаем кнопку «Все блоки» и после этого в левой части экрана откроются все блоки, как бесплатные, так и платные. В рамках нашего мини-курса мы с вами ознакомимся с теми блоками, из которых состоит наш лендинг. Но вы же можете и должны освоить остальные модули самостоятельно. Это несложно, поверьте. Переходим к созданию страницы «Меню». Нажимаем кнопку «Все блоки». Сначала нам нужно выбрать из списка понравившийся нам стиль меню. В моем случае я выбрала меню с логотипом посередине и пунктами слева и справа. Вы же можете выбрать любой из доступных стилей. Нажимаем на наш стиль меню и видим, что он сразу же появился на странице. Настроим ваше меню. Для начала выберем логотип. Для того, чтобы загрузить логотип, какой вы хотите, наведите курсор мыши на меню и нажмите кнопку «Контент». В открывшемся окне мы увидим две основные вкладки. Список пунктов меню. Здесь мы редактируем наши пункты меню. Пишем их название, порядок и ссылку, на которую будет ввести наш пункт. «Логотип». В этой вкладке мы редактируем название заголовка логотипа и загружаем сам файл логотипа. И ссылка, куда ведет при нажатии на логотип. Нам как раз нужно загрузить наше лого. Для этого открываем вкладку «Логотип», вводим название в поле заголовок. И загружаем само лого, нажав на кнопку «Загрузить файл». Осталось добавить нашу ссылку при нажатии на логотип. Как я говорила выше, она у меня будет такая. Но не спешите на данном этапе нажимать кнопку «Сохранение». Давайте сразу отредактируем и наши пункты меню. Переходим во вкладку «Список пунктов меню». В моем случае будет всего 4 пункта. Главное – об актере, о курсе «Контакты». Вводим пункты меню, которые нам нужны. После этого мы вводим рядом ссылку, куда ведет данный пункт меню. Есть несколько опций, куда может переходить посетитель вашего сайта по нажатию на меню. Это открытие страницы в новом окне, переход на внутреннюю страницу сайта, либо на определенный блок вашего сайта. Эти пункты мы рассмотрим с вами позже. Также мы можем перемещать пункты меню в нужном нам порядке, перетаскивая их за иконку в виде 8 точек. Либо полностью удалять ненужное нажатием на иконку крестика. Давайте удалим лишние пункты меню. Если вам надо добавить дополнительный пункт, то нажимаем кнопку «Добавить». А создавать вложенное меню можно нажатием на кнопку «Добавить пункт второго уровня». Заканчиваем наше редактирование и нажимаем «Сохранить и закрыть». Далее мы видим наше меню с логотипом и нужными нам пунктами. Также мы можем изменить цвет фона меню, элементов меню и подменю. Для этого наводим курсор на меню и нажимаем «Настройки». В открывшейся вкладке вы можете видеть множество настроек. Мы же рассмотрим пункт «Основные настройки». Поведение, позиционирование меню. И выберем из списка «Фиксация при скролле». Это нужно, так как я хочу, чтобы при прокрутке страницы меню оставалось в верхней части. Далее заменим цвет фона на меню в одноименном пункте «Фон меню». С черного на белый, нажав на иконку цвета и перетащив ползунок на нужный нам цвет. Либо вписываем код цвета. Дальше во вкладку «Пункты меню» и меняем цвет. Цвет текста пунктов меню. Также вписываем цвет кода. У меня будет такой. Вы можете ознакомиться с остальными настройками, которые здесь есть самостоятельно, настроив ваше меню так, как вам нравится. После завершения всех настроек нажимаем «Сохранить» и «Закрыть». Следующий блок после меню – это «Обложка». Для ее создания просто нажимаем пункт на нашей странице «Обложка». После чего моментально появится наша обложка. Я выбрала обложку KR01. Она состоит из фоновой картинки и нескольких заголовков разных размеров. Давайте приступим к редактированию нашей обложки. Прежде всего, давайте заменим эту картинку, так как она совсем не подходит к моей тематике. Как мы уже знаем, для этого достаточно навести курсор на блог с обложкой и нажать на кнопку «Контент». В открывшемся окне видим нашу картинку по умолчанию. Удаляем ее. После этого нажимаем кнопку «Загрузить файл». Выбираем нашу картинку. И нажимаем «Сохранить» и «Закрыть». Несмотря на то, что моя картинка белая, она на сайте отображается затемненной. Давайте это тоже исправим. Для этого наводим курсор на нашу обложку. Нажимаем «Настройки». В открывшемся окне ищем пункт «Цвет фильтра в начале» и выставляем значение «Непрозрачность» с 70 на 0. Также изменим высоту обложки в пункте «Высота» со 100 на 40. Я также изменила эффект при скролле с без эффекта на с фиксацией. Вы же можете использовать любой другой эффект или настройку по желанию. С настройками разобрались. Теперь поработаем над текстом. Заменим слово «Our Company» на «Курс». Для этого просто наведем курсор мыши на нужное слово и нажмем на него. Сверху появится панель инструментов работы с текстом. Заменяем текст. После этого нажимаем на иконку буквы «Т» со стрелкой и изменяем размер текста на 28 пикселей. Далее нажимаем на иконку с пипеткой и задаем нужный нам цвет, выбрав его из палитры цветов, либо введя код. У меня код 525FE1. Таким же образом редактируем остальной текст. Заголовок меняем на бренд менеджмент и личный брендинг. Также цвет заголовка в данном случае будет 002B3A. И под заголовок тоже меняем на такую вот фразу. Привлекайте внимание, достигайте большего в своей жизни с помощью нашего курса. Теперь создадим блок о курсе. Для создания этой части мы будем использовать вкладку «О проекте». Для этого выполняем уже знакомую нам процедуру. Нажимаем на кнопку «Все блоки». Выбираем вкладку «О проекте» и выбираем стиль блока, который нам нравится. Я выбрала стиль AB103. Приступим к редактированию нашего блока. Для начала заменим цвет фона блока на 525FE. Немножко уменьшим отступ сверху. И отступ снизу. 180. Да, заменим на 150. В моем случае это два заголовка. Верхний маленький и центральный большой. В первый заголовок мы вставим вот такой текст. Уважаемые участники. А в нижний, соответственно, вот этот текст. «Добро пожаловать на курс». Далее я хочу добавить блок, в котором будут перечислены все модули данного курса. Для этого также, как и прежде, нажимаем кнопку «Все блоки». Раздел «Преимущества». И выбираем блок, который нам понравился по стилю. Я выбрала блок FR201. Для начала настроим отображение нашего блока. Так как у меня четыре модуля в курсе, а не три, как в самом блоке по умолчанию, мне придется добавить еще один пункт. Это очень просто. Наводим на наш блок с преимуществами и нажимаем кнопку «Контент». В открывшемся окне выбираем вкладку «Карточки», где мы видим уже созданные по умолчанию пункты. Заголовок, описание, изображение или иконка. Ну и, наконец, ссылка, которая будет перенаправлять пользователя вашего лендера на какую-то внешнюю страницу или внутреннюю. Может даже на блок, как в моем случае. Но к этой настройке мы вернемся чуть позже. А для начала добавим еще один пункт. Эту операцию мы можем провести двумя способами. Первый способ – нажав на кнопку «Дублировать» уже у существующей карточки, что создаст вам клон этой карточки. И второй – пролистать до конца вкладки с карточками и нажать кнопку «Добавить элемент». Я использую первый метод. Теперь у нас четыре карточки, две из которых идентичны, но это временно. Чуть позже мы отредактируем. Нажимаем кнопку «Сохранить» и «Закрыть» для того, чтобы посмотреть, что у нас получилось. И да, теперь у нас не три, а четыре блока. Но появилась небольшая проблема. Четвертый блок перескочил на новую строку, что, конечно, выглядит плохо. Но не переживайте, есть решение этой проблемы. В этом блоке нажимаем уже знакомую нам кнопку «Настройки». И в пункте «Количество карточек в ряду» вместо трех ставим четыре. Нажимаем «Сохранить» и «Закрыть». И наш блок выровнялся со всеми остальными. Теперь приступим к оформлению стилей и текста. Так как дальнейшие шаги уже вам хорошо известны, я просто их проделаю без особых комментариев. Заменяем текст основного заголовка. Курс состоит из четырех блоков. Пишем. И его цвет. Здесь ставим цвет 002B3A. Удалим дополнительный текст карточек, так как он нам уже не нужен. И заменим текста первой карточки на «Брендинг в современных условиях». Название первого модуля. Второго. Третьего. И четвертого. Цвет заголовка карточек также поменяем. 525. F. E. F. E1. Вот такой. Ну и, конечно, заменим сами иконки. Загружаем файл. Иконки должны быть уже подготовлены. Здесь удаляем. Загружаем вторую иконку. Аналогично третью. И четвертую. Теперь уменьшим расстояние между отступами сверху и снизу. И выберем значение 120 пикселей. Нажимаем «Сохранить» и «Закрыть». Результат мне очень нравится. Теперь приступим к описанию каждого блока в отдельности. Но перед этим создадим немного визуального разделения контента. Добавим блок с линией и цифрой 1, который будет соответствовать первому блоку. Выбираем вкладку «Разделитель». Блок «Линия». Стиль блока «DV07». Выбираем отступы сверху и снизу совсем. Выставляем 0 пикселей. Изменяем цвет фона. Далее вставляем блок «Текст». Выбираем стиль. Получается «ИП101». Вставляем наш заголовок. Брендинг в современных условиях. И сразу изменим его цвет. 0,02, B, 3, A. И в настройках блока изменим отступы. Сверху будет 60 пикселей, а снизу 15 пикселей. Чуть-чуть красоты добавляем. Выбираем еще один блок «Линии со стилем». «ДВ10». Также убираем полностью отступы. 0 пикселей. И выставляем цвет. Отлично. Сохранить изменения. Все готово. Итак, у нас уже есть первый блок. Добавим к нему вторую часть. Создадим еще один блок «Преимущества». Со стилем FR101. Отредактируем текст. Нажимаем на кнопку «Контент». И во вкладке «Шапка блока» удаляем заголовок и описание блока. Закрываем этот блок. Открываем блок с карточками. У нас их сейчас всего 4. А нам нужно 8, что соответствует, в моем случае, количеству уроков в первом блоке. Так как блоки у нас будут одинаковые, мы применим лайфхак. Удаляем все карточки, кроме первой. Удаляем описание, так как оно нам не нужно. Добавляем заголовок. И иконку. А теперь просто дублируем треть эту карточку еще 7 раз. Теперь нам осталось заменить текст заголовка каждой карточки. Начиная со второй темы. Продолжение следует... сохраняем и смотрим результат доработаем наш блок установим цвет заголовка карточек 002 b3a и изменим отступы сверху и снизу на 60 пикселей сохранить и закрыть теперь уже когда у нас есть готовые части первого блока соответственно остальные три блока мы делаем по такому же методу а для того чтобы не делать каждый блок отдельно даю вам подсказку как ускорить этот процесс просто продублируйте нужные вам блоки и отредактируйте для дублирования нужного блока наведите на него курсор мыши и в правом верхнем углу нажмите иконку с двумя квадратиками наведя на эти квадратики всплывет подсказка дублировать а для того чтобы переместить блок используйте иконки стрелок вниз и вверх что я и сделаю вот и все добавлены все модули моего курса а теперь вернемся к нашему блоку в котором кратко описаны модули курса и добавим немного магии делаем так чтобы при нажатии на каждый модуль наша страница автоматически переходила на описание конкретного модуля нажимаем кнопку настройка выбираем вкладку карточки и в поле ссылка нажимаем на кнопку выбрать блок в качестве блока указываем нашу цифру 1 которая соответствует первому модулю после чего в поле ссылка появится а идти нашего первого модуля так как мы учимся предлагаю проделать то же самое для остальных модулей самостоятельно не забывайте нажимать сохранить или закрыть наши модули добавлены продолжим добавлять блоки нашего лендинга я добавлю две линии разделительной со стилем dv02n это нужно для визуального разделения контента между этими разделителями добавим новый блок обложка со стилем cr04 в настройках изменим высоту блока высота на 40 а вот ступы сверху и снизу 30 пикселей теперь изменим картинку и текст блока удаляем описание и загружаем файл нашей картинки ждем пока прогрузится картинка и появится иконка тем временем вставляем заголовок ждем загрузку картинка загружена нажимаем сохранить и закрыть для небольшого оттенения нашего белого текста в настройках добавим градиент черного цвета цвет фильтра в начале цвет фильтра в конце устанавливаем непрозрачность на 20 процентов далее добавляем еще один блок под названием услуги со стилем sv201 во первых здесь удаляем заголовок во вторых в настройках устанавливаем отступ сверху 30 пикселей и снизу 105 и в третьих редактируем наш контент блока заменяем иконки и текст и загружаем иконку аналогично поступаем с остальными карточками вот какой результат у нас получился затем переходим настройки и в блоке типа графика меняем значение заголовок цвет на 002b3a и заголовок размер шрифта на 20 пикселей сразу после этого блока добавим кнопка и отступы 30 пикселей а цвет текста и цвет бордюра обводки на пятьсот двадцать пять пятьсот двадцать пять ф е 1 текст кнопки напишем узнать подробнее и текст ссылку мы добавим чуть позже после того как создадим блок теперь добавим блок обо мне во вкладке о проекте я выбрала стиль ab603 сразу настроим отступы сверху 60 пикселей и снизу 30 а цвет фона для всего блока будет пятьсот двадцать пять ф е 1 также во вкладке стилизация разделителя ставим цвет разделителя белый ну и как всегда меняем контент нашего блока добавляем заголовок обо мне сразу меняем цвет размер цвет на белый тоже где выставляем белый цвет и меняем основной текст цвет текста тоже меняем на белый затем меняем фотографию загружаем файл с моей фотографии наш лендинг приобретает вид осталось добавить блок с видео этот блок очень просто добавить мы нажимаем на кнопку добавить блок выбираем вкладку видео со стилем vd 01 единственное что мы тут сделаем это добавим видео так как мое видео уже загружено на youtube я просто вставлю его код нажав на кнопку контент и в поле ссылка на youtube ролик или его айди ставлю айди моего видео а теперь вернемся к нашей кнопки и добавим ссылку на этот блок с видео таким образом все добавим блок контакты со стилем kn103 перед ним вставляем разделитель со стилем dv02m и теперь блок заголовка со стилем tl 06 удаляем лишний текст а в качестве заголовка пишем контакты устанавливаем отступы сверху и снизу по 15 пикселей а цвет заголовка выставим отступы на 30 пикселей и изменим контент блока добавляем номер телефона почту и адрес теперь меняем во вкладке типографика пункт цвет текст цвет и текст два цвет на 002 b3 а цвет иконок со ссылками на соцсети меняем на пятьсот двадцать пять ф е 1 нажимаем кнопку контент открываем вкладку ссылки на соцсети удаляем ненужные нам соцсети и добавляем какие хотим выбрав их из предложенного нам списка для этого нужно нажать кнопку добавить пункт я удалила twitter добавила мессенджер в качестве ссылки устанавливаем так называемую заглушку а вы уже добавите те ссылки на соцсети которые у вас есть теперь добавляем последний блок подвал со стилем ft102 отступы оставляем по умолчанию задаем цвет фона для всего блока 002 b3 а и меняем текст на лора брендинг осталось отредактировать пункты меню нажимаем контент вкладка пункты меню удаляем лишние пункты нажав на иконку крестика оставляем только четыре пункта так как у меня их всего четыре редактируем контент первый пункт будет называться главное в качестве ссылки нажимаем выбрать блок и указываем наш самый верхний блок это меню второй пункт обо мне в качестве ссылки указываем соответствующий блок третий и четвертый аналогично ну вот пункты меню в подвале заполнены нажимаем сохранить и закрыть и теперь вы должны отредактировать и верхний пункт меню указав в качестве ссылки соответствующий блок на странице давайте это сделаем и аналогично поступаем со всеми остальными для того чтобы посмотреть что же у нас получилось в итоге нажмем кнопку предпросмотр и увидим как наши пользователи будут видеть сайт давайте сделаем это посмотрим наш результат нажимайте на пункты меню отлично все работает при нажатии на пункты меню нас перекидывает в нужную часть нашей страницы но это выглядит слегка резко сейчас мы это будем исправлять закрываем наш предпросмотр нажав в левом нижнем углу кнопку вернуться к редактированию крутим в самый низ нашей страницы и после блока подвал добавляем еще один блок под названием другие выбираем ему стиль T178 этот блок уже не требует никаких настроек он придает просто плавности при переходе на нужный блок нашего лендинга посмотрим результат снова нажимаем предпросмотр и нажав на любой пункт меню мы видим что наша страница плавно прокручивается к нужному блоку если вас устраивает такой результат тогда возвращаемся в меню редактирования и в правом верхнем углу нажимаем опубликовать после этого ваша страница будет опубликована на тильде также вы увидите ссылку на вашу страницу и можно вас поздравить вы создали первый свой лендинг на тильде я заберу пока все